Удовлетворение успешной реализации проекта «Южный газовый коридор» было выражено в ходе встречи президента Азербайджана Ильхам Алиева с комиссаром Еврокомиссии по бюджету и человеческим ресурсам Гюнтером Оттингером. Было подчеркнуто значение проходящего в Баку заседания консультативного совета по проекту. Президент Ильхам Алиев отметил активное участие и роль Европейского Союза в реализации проекта «Южный газовый коридор». В свою очередь Гюнтер Оттингер подчеркнул активную работу профессиональной команды с азербайджанской стороны в реализации данного проекта и заявил, что Азербайджан является надежным партнером в его успешной реализации. О значимости успешной реализации проекта «Южный газовый коридор» говорилось и в ходе встречи главы азербайджанского государства с министром энергетики и природных ресурсов Турции Фатихом Домезом. Было подчеркнуто, что с первого этапа проекта Турция находилась рядом с Азербайджаном. Напомнив об открытии на сегодняшний день проекта «Танап» и нефтеперерабатывающего завода «Стар», турецкий министр выразил уверенность в том, что реализация подобных проектов будет продолжена и в дальнейшем. В свою очередь президент Ильхам Алиев особо отметил, что основа данного проекта, подписанного совместно с президентом Турции Раджабом Таипом Эрдуганом, была заложена «Станап» и его завершение совместно с Турцией в короткий срок является большим достижением. Подчеркнув, большие успехи, достигнутые в результате турецко-азербайджанского сотрудничества во всех сферах, в том числе в энергетике, президент Ильхам Алиев с удовлетворением отметил, что на сегодняшний день по новой линии в Турцию был поставлен 1 миллиард копометров газа. В ходе встречи с советником заместителя госсекретаря США по энергетической дипломатии Сандрой Оуткирк, глава государства подчеркнул, что в сегодняшнем заседании консультативного совета участвовали новые стороны, что является показателем растущего интереса к проекту. Президент Ильхам Алиев также высоко оценил поддержку, оказываемую проекту американским лидером Дональдом Трампом. Глава азербайджанского государства высоко оценил двустороннее сотрудничество в рамках реализации проекта «Южный газовый коридор» и с Италией. В ходе встречи с заместителем министра экономического развития Итальянской республики Андрео Джоффи, президент Ильхам Алиев подчеркнул, что данный проект тесно связывает государства и компании. В свою очередь, гость отметил успешное развитие связи с Азербайджаном во всех областях, в том числе в сфере торговли. Значимое заседание консультативного совета в успешной реализации проекта «Южный газовый коридор» было отмечено и на встрече главы азербайджанского государства с вице-президентом Европейского инвестиционного банка Вазилием Худаком. Было подчеркнуто, что в ходе этих важных мероприятий достигаются запланированные цели. В свою очередь, Вазиль Худак особо отметил значимость финансовой поддержки, оказываемой проекту ЮГК, Европейским инвестиционным банком, являющимся основной финансовой структурой Евросоюза. Гость также коснулся крупномасштабных транспортных проектов, реализуемых в регионе с участием Азербайджана, и заявил, что Европейский инвестиционный банк заинтересован в финансировании и других крупных проектов в транспортной и других областях. Президент Ильхам Али в свою очередь выразил благодарность за поддержку банком проекта ЮГК и подчеркнул, что данный проект является самым крупным в регионе проектом, финансируемым Европейским инвестбанком. Благодарность за постоянную поддержку проекта ЮГК и реализуемые в Азербайджане другие крупные проекты глава Азербайджанского государства выразил также в ходе встречи с региональным директором Всемирного банка по Южному Кавказу Мерси Тембон. Высоко оценив сотрудничество Азербайджана со Всемирным банком, президент Ильхам Алиев подчеркнул, что это партнерство является долгосрочным и продуктивным. Выразив удовлетворение успешной реализации проекта Южный газовый коридор, глава Азербайджанского государства подчеркнул, что в прошлом году произошли значительные продвижения в реализации проекта и выразил уверенность в том, что эти шаги будут продолжены и в этом году. Аселина Азарова, Сибиси